МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вторник, 19 мая. И в эфире информационная программа «Объектив». О последних событиях расскажем в этом выпуске новостей. Коротко о главном. Губернатор оценил перспективы производства и использования в регионе нового самолета Л-410, макет которого будет представлен на Иннопроме-2015. С маяком по городу сотрудники противопожарной службы совместно с полицейскими в ходе профилактической акции выявляли нарушителей. Киноцентр Неева посетили участники общественного совета, чтобы дать независимую оценку качеству оказываемых услуг. Для памяти о героях войны, для удобства посетителей и для надежной синхронизации информации в Историко-краеведческом музее появился современный электронный каталог. В нем имена, воинские звания и информация о наградах наших земляков. Разукрасили забор и получили за это призы. В минувшую субботу на железобетонных плитах в районе вокзала рисовали более 200 человек. Статью о порче муниципального имущества художники не нарушили. Они участвовали в городском фестивале граффити. Губернатор оценил перспективы производства нового самолета Л-410, макет которого будет представлен на Иннопроме-2015. Губернатор Евгений Куйвышев и генеральный директор ОГМК холдинг Андрей Козицын в рамках визита делегации Свердловской области в Чешскую республику посетили принадлежащий холдингу авиастроительный завод. Завод, успешно работавший в 1960-80-х годах на фоне разрыва хозяйственных связей в 90-х, оказался в глубоком кризисе. В 2009 году ОГМК холдинг приобрел контрольный пакет акций, а с августа 2013 является единственным собственником предприятия, разрабатывающего и производящего турбовинтовые самолеты Л-410, которые востребованы во многих странах мира. «Еще семь лет назад завод находился в критическом состоянии. Сегодня мы видим высокотехнологичное современнейшее производство, которое отвечает всем последним требованиям авиастроения», – сказал губернатор. Евгений Куйвышев поручил проработать возможность использования самолетов такого типа в регионе. В настоящее время компания является самым крупным чешским производителем гражданской авиационной техники, имеющим 70-летнюю традицию авиационного производства. «Мы очень рассчитываем на компанию ГМК, на завод о том, что будет представлен на выставке Инопром, потому как широкие рынки сбыта. Мы рассчитываем на то, что наш генеральный партнер выставки Инопром, Китайская Народная Республика, она уже заинтересовалась этой машиной. Ну, надеюсь, уже помимо потенциальных партнеров, обретет новых партнеров для поставки этого самолета. Мы на это очень рассчитываем». «Новый самолет, мы его делаем, его уже нашим гостям здесь показали. Я думаю, что за год мы постараемся пройти все формальности в части сертификации, чтобы с 2017 года начать уже не то, что принципиально новый, но глубоко модернизированный Л-410 с другим содержанием. То есть будет все современное, и характеристики другие в части показателей полета, и расходов, и возможности будут другие. Поэтому мы на это очень сильно рассчитываем и рассчитываем на поддержку нашего родного губернатора». «С точки зрения авионики, он ничуть не уступает сегодня Боингу, Аэрбасу. Это такой же самолет, только меньше и только с другим приводом. А все остальное с точки зрения удобства управления и применения самых современных технологий. Это абсолютно конкурентоспособный и самое главное – современный самолет». В период с 2009 по 2014 годы на предприятии произведено более 70 самолетов Л-410, 45 из которых поставлено в Россию, в том числе 11 – вооруженные силы, 5 – в летное училище Росавиации. Только в 2014 году компания изготовлена с 16 самолетов. В 2015 планируется увеличение производства до 18 единиц. С 2017 года завод переходит на производство самолета нового поколения с полностью цифровой кабиной и улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками. У самолета увеличится дальность полета, багажный отсек, грузоподъемность, скорость, сократится необходимая взлетно-посадочная полоса. Сейчас мы делаем новый самолет, макет которого будет выставлен на Иннопроме 2015 в Екатеринбурге. «Мы рассчитываем, что с 2017 года будем выпускать глубоко модернизированный Л-410 с новыми характеристиками и возможностями», пояснил генеральный директор УГМК холдинга Андрей Казицын. Общественный совет по независимой оценке качества услуг учреждений культуры провел очередное выездное открытое заседание. Объектом проверки на этот раз стал киноцентр «Нейва» – единственный кинотеатр в нашем городе. Чем уникально это учреждение культуры, а также какие проблемы есть в его функционировании, расскажет Альбина Бабкова. Что такое киноцентр «Нейва» сегодня? Это современный дизайн здания, мраморная отделка колонны пола, утопающий в зелени фойе, огромный экран, зал на 426 мест. Все это поражает воображение зрителей. Несколько лет подряд киноцентр «Нейва» на гранты, полученные от УХК и Госкорпорации «Росатом», обеспечивает культурный досуг пенсионеров и инвалидов города. Сегодня репертуар «Нейва» не отличается от репертуара любого столичного кинотеатра. Установленное современное оборудование, на котором демонстрируются фильмы в формате 2D и 3D, позволяет зрителям получить максимальное удовольствие от просмотра. С 2007 года в фойе киноцентра работает кинокафе, что позволило расширить репертуар для взрослого и детского зрителя кинопрограммами из Свердловского областного государственного фильмафонда, организовывать семейные кинопраздники и тематические просмотры. 12 мая этого года киноцентру «Нейва» исполнилось 45 лет со дня открытия. И за эти годы, 45 лет, представляете, сколько зрителей посетило наш кинотеатр? Более 2 миллионов зрителей это было 5 лет назад. Ну а сегодня мы современное учреждение культуры. Мы обслуживаем в год около 15 тысяч нашего населения. У нас ежемесячно никогда не пустует фойе киноцентра. Выставки, фотовыставки, выставки художников нашего города всегда расположены здесь. Пятый год подряд мы занимаем призовые места в благотворительной деятельности среди всех учреждений культуры Горнозаводского округа. Общественный совет по независимой оценке качества услуг всегда рассматривает и проблемы учреждений, как хозяйственного, так и творческого плана. На сегодняшний день одной из основных проблем киноцентра является отсутствие ремонта прилегающей территории и лестничных маршей. Кроме того, до 2016 года киноцентр должен решить вопрос по современным требованиям пожарной безопасности. Сегодня система пожарной безопасности в учреждении является устаревшей. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Сегодня на улицах города прошла операция «Маяк». Сотрудники противопожарной службы в сопровождении полицейских совершили рейд по улицам города, выявляя нарушителей правил дорожного движения. Тему продолжит Антон Сапогов. Операция «Маяк» проводится каждые полгода. Весной, когда дороги становятся чистыми, водители начинают ездить на повышенных скоростях и делать более смелые маневры. И второй раз в сентябре, до начала осеннего листопада. В ходе операции пожарная машина со включенными проблесковыми маяками и сиреной петляет по городу в режиме экстренного выезда. За ней следуют две машины ГИБДД, экипажи которых следят, чтобы никто из автовладельцев не препятствовал движению пожарной машины. Нарушители останавливают, проводят с ними профилактическую беседу. Если они ведут себя дерзко, могут оштрафовать на 500 рублей. А если за водителем уже числятся другие нарушения правил, а выводов он не сделал, могут отобрать права на три месяца. Операция «Маяк» имеет профилактическую цель. И главное не оштрафовать, а дисциплинировать водителей на дорогах. Ведь машин в городе с каждым годом становится все больше. Дорожная обстановка становится сложнее. Сейчас на дорогах стало намного больше автомобилей, и как бы более стало много молодежи ездить. И как бы я бы сказал, что дисциплина падать начала у водителей. Раньше более дисциплинированные были. Главные проблемы, с которыми сталкиваются наши пожарные, возникают не на улицах города, а во дворах. Проехать к месту пожара мешают припаркованные, где попало, машины автовладельцев. Парковка личного автотранспорта в дворовой части, она оставляет желать лучшего. Наше подразделение, пребывая по сигналу тревога, очень часто не могут проехать. Нам приходится тянуть рукава чуть ли не по 100, по 200 метров разворачивать. А это все задержка времени, соответственно, развитие пожара происходит. То есть люди сами себе создают проблемы этим. Ну, не понимают. Все хотят как удобнее сделать для себя. Самое главное, что не вовремя оказанная помощь может привести к трагедиям. И такие ситуации тоже, к сожалению, были на территории нашего города. У нас учения проходят не только на территориях, дорогах, но и во дворовых территориях. Проходило такое учение у нас в районе Парково, микрорайона. Там очень узкие дворы и на улице Красногвардейская, когда тоже заставленные дороги, заставленные автомобилями, не позволяют подъехать. Но все равно имеют место быть вот такие нарушения со стороны водителей. Хотелось бы попросить их, чтобы они думали не только о себе, не о том, что вот удобно поставить им автомобиль к своему подъезду, а о том, что может оказаться такая ситуация, когда нужно, чтобы проезд был свободен. Дорожные полицейские обдумывают, как сделать подобную операцию во дворах регулярной. Тем более, что опыт проведения подобных рейдов у них уже имеется. А сегодня, во время проведения операции «Маяк», ни одного нарушения зафиксировано не было. Все водители давали свободный проезд пожарной машине. И надо отдать должное их дисциплине. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. 2015 год проходит по всей России под эгидой 70-летия со дня Великой Победы. Несмотря на то, что 9 мая позади, Новоуральская обещательная компания продолжает рубрику «Бессмертный полк». Ведь пока мы помним героев, защитивших мир от фашизма, они будут жить в наших сердцах и навсегда останутся в памяти потомков. Мой отец, Попов Петр Васильевич, 1921 года рождения, был в действующей армии, когда началась Великая Отечественная война. Так, и не доехав до дома, он попал на фронт. Служил в артиллерийском полку в качестве пулеметчика. «Знаю только одно, что воевал на Курской дуге, освобождал Польшу, дошагал до Берлина, был контожен, ранен. И осколки до самой смерти его беспокоили. То есть даже было видно, как осколки ходили по телу и как бы выпирали из тела. Но папа не ложился в госпиталь. Он пришел после войны домой в 1946 году. Год под госпиталем, чтобы спасти ногу, чтобы излечить контузию. Но контузию он так и не излечил. Он плохо слышал. Плохо слышал, но, к сожалению, аппараты ему не подходили. Вы знаете, я плохо знаю про его боевые заслуги. Он как-то не любил рассказывать про это. Он всегда говорил, дети, война – это грязь, кровь и пот. И всегда плакал, когда смотрел фильм какой-то. И вспоминал ушедших друзей, товарищей. Но самое главное, что второй фронт, он прошел с нами, когда умерла мама. Мама умерла в 1959 году. Папе было всего лишь 43 года. И он остался с нами, с пятерыми. Это я самая старшая. Мне было 11 лет. Затем 6 лет. 4 года мальчику. И двойняшке Коле с Надюшкой было по 9 месяцев. Вы знаете, он всегда говорил, дети, он знал, что у нас недостаточно было средств. И всегда говорил, дети, я вас очень прошу, чтобы вы ничего чужого не брали. Он почему-то боялся, что мы начнем воровать. Это для него было очень страшно. Но мы голодными никогда не были. Раздутыми, раздетыми тоже никогда не были. Папа работал день и ночь. И, может быть, поэтому некогда ему было рассказывать не про войну, не про фронт. Он просто приходил домой измученный. Приносил получку мне, 11-летней девочке. Вот так мы жили. Так мы жили. И еще папа был очень заботлив. И никогда нас не обижал, не оскорблял. И никогда не занимался рукоприкладством. А дети же, все было. И так мы жили одни. Когда мне исполнилось 17 лет, пришла к нам мама. Вы знаете, я не могу ее назвать мачехой. Потому что, действительно, мама с большой буквы, которая нас подняла на ноги. Это Санина Клавдия Петровна. Царство ей небесное. Еще я помню случай, когда мне было 11 лет. Мы жили в Тарасково. Из детдома Шуралинского пришел представитель и был директор совхоза. И папе предложили хотя бы троих отдать детдом. На что папа ответил. Он вот так вот руку показал и говорит. Вот пять пальцев, которые не укуси, всяк больно. Они мне никогда не простят, что я их раздал. Будем умирать, но все будем вместе. Сжал кулак. Я это на всю жизнь запомнила. Он покинул нас на 76-м году жизни. За неделю до смерти он чувствовал смерть. Он призвал нас к себе в комнату. Мы его пытались усадить за стол, но у папы был обширный инфаркт. Он не мог даже сидеть. Он нам сказал. Поклянитесь, дети, что вы будете всегда вместе. И мы поклялись. И мы на самом деле вместе. В горе, в радости и в беде. На самом деле вместе. Я очень благодарна папе, которым прошел один фронт. И я считаю, что он и второй фронт прошел достойно. В продолжении темы юбилея Победы в историко-краеведческом музее состоялась презентация электронного каталога. В нем имена, воинские звания и информация о наградах наших земляков, ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее Антон Сапогов. Воспользоваться электронным каталогом может любой посетитель городского музея. Его открытие было приурочено к 70-й годовщине Великой Победы и совпало с открытием выставки «Помним о павших во славу живых». В каталог занесены 650 имен фронтовиков, которые жили и работали в нашем городе. Сотрудники муниципального историко-краеведческого музея трудились над сбором информации для каталога более 20 лет. В нашем зале боевой славы в 95-м году была размещена демонстрационная система, в которой были представлены ветераны, на тот момент жившие в нашем городе. И вот 650 человек из этой демонстрационной системы мы перенесли в электронный каталог. Это не окончательный список. Работа над формированием электронного каталога еще далека от завершения. На сегодня в него занесена информация о наших участниках Великой Отечественной войны, но это меньше половины того наследия, в котором располагаются трудники музея и которые бережно хранятся в музейных фондах. Всего у нас в фондах музея хранится 1360 анкет участников Великой Отечественной войны и постепенно этот электронный каталог будет наполняться. Антон Сапогов, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. В субботу завершилось одно из самых ярких и красочных событий мая – традиционный фестиваль граффити, который проходит в Новоуральске с 1997 года. В течение четырех часов почти 200 участников покрывали бетонную ограду от железнодорожного вокзала в сторону улицы Гагарина разноцветными картинами. Подробности у Альбины Бабковой. 16 мая в Новоуральске прошел фестиваль «Граффити-2015». Организаторами по традиции выступили Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам, администрацию округа и молодежная организация УХК. В этот раз определенных тематических ограничений организаторы фестиваля художникам не ставили. И участники смогли по полной проявить свои творческие способности. Уже к четырем часам дня работы художников были закончены. И теперь бетонный забор протяженностью 200 метров полностью преобразился. Сюжеты из жизни атомного города и комбината, достопримечательности Новоуральска, фантазийные картинки – все это появилось здесь в результате субботнего стрит-арта. Среди наших сотрудников был проведен опрос, такой небольшой конкурс на разработку логотипа, не логотипа, а символа нашего учреждения, какого-то такого талисмана. И был выбран енот, енот-полоскун, который всегда за чистотой следит, всегда прибирается, всегда в чистоте свое жилище содержит. Поэтому мы выбрали, вот дети у нас проголосовали и выбрали все-таки енота. Поэтому мы определили нашего талисмана еноток, который в последующем будет нашим каким-то таким символом, талисмоном нашего управления городского хозяйства. Ну и хотели его, так сказать, отобразить на стене, для того, чтобы жители видели и с обращением к жителям, чтобы люди все-таки берегли город, хранили его таким, какой он есть. И только его улучшали, не разрушали, не сорили, не мусорили, создавали только его во благо всем жителям. В этом году в фестивале граффити приняли участие более 200 человек. Учащиеся школ, средних профессиональных учебных заведений, представители молодежных и общественных организаций предприятий города, а также клубов по месту жительства. То, что с каждым годом количество участников увеличивается, означает, что в нашем городе много творческих, талантливых молодых людей, готовых бороться с уныниями и скукой. Все участники награждены дипломами фестиваля. Но главное – это тот огромный позитив, полученный всеми от общения и возможности творить. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам Урал-Гидрометцентра, неустойчивая и прохладная погода продержится на Среднем Урале до конца недели. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах 13-18 градусов тепла, ночная – в пределах 5-10 градусов. Синоптики полагают, что в течение всей рабочей недели следует ожидать осадков. Лишь к воскресенью дожди прекратятся. Однако резкого потепления, скорее всего, не произойдет. А теперь подробнее о погоде на завтра, 20 мая. Спонсор прогноза погоды – салон «Мебелюкс», город Невьянск. Облачно, временами дождь, ночью 6 градусов выше нуля, днем – плюс 14-16, ветер северный – 2 метра в секунду, атмосферное давление – 725 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 85%. В «Мебелюксе» весь мая скидка 10% на весь ассортимент. Адрес магазина «Мебелюкс», город Невьянск, Октябрьский проспект 2, корпус 1. На этом информационная программа «Объектив» подошла к концу. По просьбам телезрителей далее наш эфир продолжит программа «Культурный акцент». Мы повторяем выпуск, посвященный большому городскому смотру творчества, приуроченной 70-летию победы Великой Отечественной войны. Отметим, смотр-конкурс получился как никогда массовым и объединил 2500 творческих новоуральцев. Приятного вам просмотра и до новых встреч. До свидания.